Приветствую вас. Для начала вам нужно изучить игру «Подеритесь». Так и напишите «Психологическая игра. Подеритесь». Это именно то, что делает ваша мама. Это первое. Второе. В пересчете относиться к ней, как к старой, слабой и немощной старучке. И позволяете ей брать на себя ответственность. Ну, то есть, то есть, то есть. Вот, например, она говорит «Ты знаешь, Валерия, меня обидел там, допустим, брат твой». Да, там, ну, это я так, грубо, утрирую сейчас. Меня обидел твой брат, значит, вот, как он мог. Я старая, уже немощная, да. Вот, меня совсем не уважают. Вот, не могла бы ты с ним, там, доченька поговорить. Вот, ну, доченька идет, и как послушная девочка, да, разговаривает с братом. Ну, а брату, примерно, мама то же самое сказал. Про вас. В этой ситуации вы можете маме своей спокойно сказать. «Мама, я, конечно, понимаю, что тебя обидел, брат». То есть, как бы, спорить с ней не надо. И избегать конфликта, как вы говорите, тоже не надо, потому что избегание – это не конструктивный модель поведения. Вот. Я понимаю, что тебя обидел, брат. Но вот ты сама с ними разберись. Мне-то, брат, всего плохого сделал. То есть, проведите личные границы. Границы ответственности, то есть, за что отвечаете вы, за что отвечают другие люди. И собственные границы, в чем вы участвуете, в чем нет. И все. И не будет никаких возможностей для, значит, вашей мамы манипулировать вами и вашими братьями и сестрами. Вот. Другое дело, другое дело, если слова мамы задевают вас, другое дело, если слова мамы вызывают у вас какие-то эмоции. Например, вину, обиду, страх, стыд, гнев – это уже ваши собственные чувства. И с ними вам работать нужно отдельно. То есть, как бы, дело здесь не в маме, а в том, как вы реагируете на данное, вот, собственно, ну, на данный стимул, скажем так, на данный стимул. Вот. И, по итогу, поняв отгоды эти чувства, по итогу проработав эти чувства, проведя анализ этих чувств, и научившись их раскрывать адекватно, самостоятельно, вы перестанете быть зависимы от своей мамы. Ваша мама играет в игру «Подеритесь», как я уже сказал, и она черпает от этого свои силы. Ну, вроде вампиризм, вампиризм такой. Вампиризм проявляется в удовольствии от подтверждения своей мировоззренческой позиции. А вы играете в игру всё из-за тебя. То есть, тоже почитаете про эту игру в интернете. И у вас тоже есть в этом какая-то своя выгода. То есть, вам проще обвинить маму, детей, ну, в смысле, её детей, себя, может быть, в том, что произошла ссора. И тем самым снять с себя ответственность. Ведь вы какой вопрос задаёте? Вы задаёте вопрос «Как мне избежать конфликта?» То есть, как мне конфликт не решить, не сделать так, чтобы конфликта не было? Да, чтобы он просто, как бы, ну, не появлялся. А именно, как мне сделать так, чтобы избежать конфликта? То есть, это позиция жертвы. И в данном случае, если мы говорим с вами о позиции жертвы, в данном случае, я бы рекомендовал вам обратиться к треугольнику Карпмана. Посмотреть, что такое жертва, что такое преследователь, что такое спаситель. Посмотреть на то, как это работает в сознании одного человека. То есть, как один человек может быть и спасителем, и жертвой, и преследователем. Подслеживать в себе эти состояния. То есть, а когда я бываю спасителем, когда я бываю жертвой, когда я бываю преследователем. Вот, ну, вот в таком ключе. Вот. И, соответственно, соответственно, уже, отдалкиваясь от данных аспектов, уже можно будет более осознанно подходить к вопросу. Ну, к вопросу об этом, как вообще делать, что вообще делать и так далее. И, по итогу, по итогу, научившись управлять своим состоянием, благодаря, вот, хотя бы распознаваниям игр, и распознавания своих состояний. Вы сможете не избегать конфликта, а по-другому, грамотно в нем себя вести. И конфликта не будет. Понимаете? Понятно, что на вас будет оказываться давление. Существенное давление. Сильное давление. Непринятие будет в вашей позиции. Обвинение будет мамы. Как так? Ты меня не защищаешь. Ты меня не слушаешь. Ты меня не поддерживаешь. Бла-бла-бла. Вот это все. Это означает, что вы на верном пути. Вот. Ну, а еще раз повторю. То, что к этому вам нужно быть готовы. Никто без борьбы вам, как бы, не отдаст. Ну, вот. Свободу. В данном случае. Никто. К сожалению. Ну, это и хорошо. Я считаю. Потому что, тем ценнее она будет для вас. В своем текущем состоянии вы, к сожалению, способны только на то, чтобы избегать конфликтов, а значит всегда быть в таком, ну, своего рода прогрессном состоянии. В прогрессном положении, в прогрессной позиции. Вот. Из этого нужно выходить. То есть, сперва менять отношение к себе, потом отношение к другим. И не наоборот. Личные границы, личное пространство, а ответственность это то, что, то чему, точнее, то чему, к сожалению, научить вас так вот за такой ответ нельзя. Это нужно работать. Ну, вот. В этом направлении, да, нужно работать. Я просто раз ставлю, как бы, в известном, да, то, что если вы хотите, да, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, чтобы мама перестала иметь над вами власть. Именно над вами, потому что над другими власть она будет иметь по-прежнему. Вот. Если вы хотите, то это можно сделать. Вот. Ну, а если, если нет, если нет, если нет, если вы не готовы сейчас работать, ну, то что, тогда почитайте, просто проигрываем, и этого будет достаточно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... ... ... ...